Здравствуйте! Это программа «Разговор по существам». Сегодня мы беседуем с ученицей 13-й гимназии, хореографом, танцовщицей, волонтёром Анной Глазыриной. Здравствуйте! Здравствуйте! Расскажи, пожалуйста, о своём занятии танцами. Сколько лет ты занимаешься? Я занимаюсь танцами 12 лет. Сначала это был коллектив «Скоморошина» под руководством Лидии Павловны Петровой. На данный момент это «Колумбские звёздочки». То есть всю свою сознательную жизнь я танцевала, тренировалась и, в принципе, считаю, что на данный момент это самое серьёзное увлечение, которым я занимаюсь. Поднижуешь ли ты продолжить, может быть, как-то связать свою карьеру с танцами? Была такая мысль. Я хотела поступить в хореографическое, но, к сожалению, из-за состояния здоровья я не смогу этого сделать. И на данный момент выбрала другую профессию, которая более интересна мне для развития в будущем. Расскажи, вот ты занимаешься танцами. Я, насколько знаю, ты ещё и преподаёшь эти танцы. Да, с этого года я преподаю хореографию в своём же коллективе для детей от 3 до 10 лет. Это несколько групп. Они также занимаются, делают свои первые шаги. Может, иногда робкие, неумелые, но это такой опыт, который, мне кажется, запомнится на всю жизнь. Я смотрю на детей и вижу себя маленькую. Поэтому я очень люблю работать с детками. Тебе нравится заниматься с детьми? Была ли ты когда-нибудь вожатой? Потому что обычно молодёжи очень нравится быть вожатыми. Да, в лагере «Северный Артек» я уже второй год вожатая. До этого я была 18 раз ребёнком. Этот лагерь занял особое место в моём сердце. И я решила, что я хочу быть так же, как люди, на которых я когда-то равнялась и стремилась. Сейчас я работаю с ними вместе и воспитываю детей. Что насчёт волонтёрства? То есть ты волонтёр? Ты этим занимаешься где и как? Расскажи подробнее. Вообще волонтёрство для меня открылось неожиданно. Мне предложили помочь, я согласилась. А после этого мне понравилось. Я поняла, что почему, если я могу сделать что-то хорошее людям, и их жизнь от этого станет легче, почему бы этим не заняться? В основном я занимаюсь культурным волонтёрством. То есть провожу мероприятия, такие как «Студент года», также танцую в качестве волонтёрства. Но ещё также мы и помогаем на мероприятиях, помогаем их проводить, что-то раздавать. И вот уже 2-3 года я занимаюсь волонтёрством. Волонтёрством ты занимаешься в какой-то организации? Да, занимаюсь в организации «Молодёжный мерзиан». Помимо танцев, помимо волонтёрства ты ещё играешь в КВН? Да. Мы с командой «Золотая молодёжь» уже 2 года занимаемся КВНом. То есть мы играли 2 года, выиграли, получили кубок и решили, что на этом пора закончить. Но КВН подарил мне друзей, очень крепкую команду. И я думаю, что это также понадобится в дальнейшей жизни. Например, как? Например, в университете я думаю, что активные студенты, которые участвуют везде, их могут заметить. И это пойдёт мне в плюс. Также чувство юмора, оно по жизни всегда нужно. Вот как раз насчёт университета. Ты говорила, что хочешь связать свою жизнь с какой-то очень интересной профессией. Расскажи, какая это будет специальность? Скорее всего, это будет журналистика, потому что в 2018 году я поехала в «Артек». Там попала в медиаотряд, и на 21 день нас погрузили в работу журналиста. То есть я была и за кулисами новой волны 2018 года, брала интервью Юлианы Карауловой, беседовала с Петром Марченко. И это мне всё настолько понравилось, что я решила, что когда вырасту, я хочу быть журналистом, хочу общаться с людьми, узнавать что-то новое про них и открывать те двери, которые закрыты для обычных людей. Собираешься учиться в Магадане или, возможно, уберёшь какой-то другой город? Нет, к сожалению, я собираюсь учиться не в Магадане, а в Санкт-Петербурге. В следующем году тебе поступать? Это сдавать экзамены, сдавать творческий экзамен, если это журналистика. Как обстоят дела с учёбой? С учёбой, слава богу, всё прекрасно. Девятый класс закончила с красным альтистатом, в одиннадцатом классе, надеюсь, что всё получится и смогу выйти на золотую медаль. Творческий конкурс, готовлюсь также к нему, хожу к определённым специалистам в этой сфере, пишу разные эссе, сочинения, отправляю их на конкурсы. Иногда они даже побеждают в конкурсах, так что думаю, что с ЕГЭ точно проблем не будет. Также занимаюсь интеллектуальными играми седьмого класса, являюсь участником команды «Гимна». Мы два раза летали на первенство «Сибири», занимали там места, то есть в этом году четвёртое место в многоборе среди огромного количества команд. И этот опыт интеллектуальных игр также для меня очень важен. Нет ли у тебя страха перед журналистикой? Потому что, насколько я знаю, несмотря на то, что многие хотят, но потом в итоге боятся. То есть боятся работать, боятся связывать свою жизнь именно с этой профессией, даже после окончания вуза. Как вот ты к этому относишься? Я считаю, что если есть шанс рискнуть, им надо воспользоваться и лучше жалеть о том, что что-то не получилось, чем жалеть о том, что не попробовал. На данный момент мне это нравится, я горю этой идеей и хочу заниматься этим, поэтому буду пробовать. Конечно, будут ошибки, будут падения, но через них, я думаю, смогу перейти и достигну своей цели. Так как я работаю в сфере журналистики, может быть, смогу ответить на какие-то твои вопросы, если они есть. Какие качества для журналиста вы считаете самыми главными? Наверное, коммуникабельность, грамотность, ну и, не знаю, смелость, наверное, так. Чего не хватило на вашем пути становления журналиста, если бы вы сейчас учились, чего бы вы хотели, какой опыт еще получить? Если бы я сейчас училась, возможно, больше по практике, то есть работа в разных изданиях, на телестудии, на радио, ну и в газете, чтобы просто попробовать все и сразу. Возможно, чтобы уже к окончанию вуза выбрать то, к чему лежит душа. Напоминаю, это была программа «Разговор по существу» и сегодня мы беседовали с Анной Глазыриной. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин